Евангелие от Луки, 10 глава. Притча о милосердном Самарянине. Многие ее слышали. Вопрос задает человек напрямую ко Христу. А кто мой ближний? Вот актуальность этого вопроса не исчезла по сегодняшний день. Кто ближний нам? И Господь мог бы ему показать, как знаток всего, что есть, Он бы назвал в первую очередь родственники, живущие в одном доме, друзья, помогающие нам, молящиеся о нас, священники, епископы, до первосвященника. Он, конечно, знал, кто ближний. Ну, во всяком случае, не другой веры человек ближний. Тут и гадать не надо. Не Самарянин. Потому что, когда Господь в конце притчи спросил его, и так ты думаешь, кто? Он не сказал Самарянин, чтобы даже имени произносить этой, сказать, национальности, а оказавшей ему милость. Я даже представляю, как он нахмурился, опустил голову и буркнул, оказавшей милость. Он по-другому не мог сказать. Внутренний настрой. Кто ближний? Ну, сейчас в зарубежной церкви кто угодно ближний. Домашние, пьяницы, наркоманы, но только не патриархия. Я вот нахожу опять в том же. А Господь бы сказал, да это самые ближние. Самые близкие, живущие рядом. Один Бог. Сегодня считали. Один Господь. Одно крещение. Ну, их не три крещения, только оно неправильно. Так наша задача показать, как правильно. Одна вера. У нас другой веры-то нет. Ни один патриарх не изменил символ веры, не добавил ни одного слова. Одно слово убрал. Было Никон, убрал. Духа Святого, Господа Истинного. Мы его опять вставили. Да кто же ближний? А Господь ему задал вопрос. Как считаешь? Какая заповедь? То есть обратил его взор. Ты ходишь в школу? Воскресная школа была? Да. Тогда она в Еврееве была. В институте был. А как ты считаешь? И он сразу стал говорить. Какой бы вопрос сегодня не задали, ответ один. Как ты считаешь? Мы намного хуже подошедшего и искушающего Господа. Скажут, а я не читаю, ведь он так не ответил. Вот с чем нам нужно говорить сегодня. Если мы придем сегодня из храма, люди выходят, какой бы вопрос не задали, как считаешь? Он скажет, чего считаешь? Он про Матрону знает, про Карабинскую икону, крестные ходы. Все знают. Даже некоторые каноны знают сейчас, на основании канонов, какое-то частное мнение. Кто-то сказал, что патриархия там Сергий безблагодатна. За что попало сцепляется? Ты понимаешь или нет, что ты уже отпал от веры с таким рассуждением? Господь говорит, как считаешь? Он не сказал, что считаешь в канонах, в соборных постановлениях. Во мнениях святых отцов. Какие монахи сказали? Но как считаешь, для него было понятно. Что это означает? Значит, в законе Божьем. Ведь у нас, у русских, совершенно другая терминология, чем у других наций. Если вопрос к магазину подбегает есть, то это понятно, что водка есть или нет. Почем? Ведь не спрашивают о валенках, а о водке опять же. Так и здесь. Считаешь конкретно, четко и ясно. В Библии ты считаешь, что Бог Иегова тебе сказал. А вот тут-то как раз нам и похвалиться нечем. Так объединяйся или не объединяйся? Господь бы спросил сегодня, а как ты считаешь? А вот тут-то ничего и не ответят. Мы бы сказали, Господи, только объединяйся. Но объединяйся по Евангелию. Объединяйся по Библии. Не с нечестивыми, которые все предали. Все раздавили. А Господь скажет, я тебя посылаю в Вавилон. А для чего? Есть одно интересное место у пророка Даниила, когда он молился, и молился высчитав, что 77 кончились, 490 лет, и пора возвращаться. А ответа нет. Я стал молиться. И тогда он увидел удивительное дело. Представ архангел Михаил. И говорит, никого больше не было. Я ходатайствую перед Богом, чтобы молитву услышал Господь и выпустил из плена. Но ему кто-то противостоял. Князь персидский. Я опять же не понял, что за князь. Оказывается, каждому народу дан определенный ангел. И тот ангел говорит, Господи, Ты их не отпускай из плена. Они опять идолам будут кланяться. А здесь они не кланяются идолам. Да и мой это персидский народ начал просвещаться. Они не просто сидели, а они исполняли свой закон, а другие видели, как исполняют закон. Им не полезно домой возвращаться. Архангел Михаил говорит, Господи, но ведь Ты же обещал. 77 исполнилось. Хотя им и полезно, ну пусть теперь спасается. Мой народ показал, как спасаться надо. Вот какой, говорит, разговор был. Откуда это за то, что известно? И Слово Божие. Вот дальше уже добавляет, показывает свое. Не так ли будет с нашим пребыванием не там, где мы здесь есть? Мы на этом положении уже не будем. Как только дойдет какая-то подвижка, мы обязательно туда пойдем. Я в воскресенье буду ходить, не буду сидеть. Возьму, кто хорошо слышит. Я пойду, как Моисей не умел разговаривать, а я не умел слышать. Господь говорит, дам тебе Аарона. Ты будешь за Него, говорит, как Богом. И будешь передавать Ему слова свои. Я уже все это обдумал заранее. Поэтому не спешите, не грешите умом. Господь сегодня каждому говорит, кто твой ближний, а как считаешь? А вот Он и считает. Почему Он так ответил? Не ответил. А Он, желая оправдать себя. Те, которые сегодня насмерть стоят, ни под каким видом объединяться не будем, да никто не заставляет. Но если исправиться, все равно не будем. Но патриарха заменят, все равно не будем. Они желают себя оправдать. Притча-то, она жива и действенна на сегодняшний день. Они какие угодно объяснения дают, на кого угодно ссылается, частное мнение человека, который может уже миллион раз покаялся на том свете. Как сегодня ссылается на общую исповедь, так это Иоанн Кронштадтский, а Серафим Чищагин, который расстрелян был, хотя и был в патриархии, расстрелян органами НКВД. И причисленный к лику святых, он говорит, ссылаемся на то, в чем, быть может, Иоанн Кронштадтский уже тысячу раз покаялся на том свете. А ты смотри в Слово Божие. И оно неизменное. Молитва меняется, служба меняется, Никон многое заменил, но Слово Божие никто не прикоснулся. Господь, я, говорит, бодроствую над Словом Моим, не над вашими канонами соборными. Потому что соборное, все это временное, вечное только одна Библия. Уже наступает Суд Божий, и ангел летит, и несет в руках вечное Евангелие. Все сгорело, ни одной библиотеки, ни одного дела, ни одного собора, ничего не осталось. Все остальное только помогает тебе разобраться в Слове Божьем, правильно ли. Желаю оправдать себя, так говорит. Вот давайте посмотрим, кто наш ближний сегодня. Книга Иова, 32 глава, 2 стих. Об одном человеке было сказано, он оправдывает себя больше, чем Бога. Вот об одном человеке было так сказано, что мы не оправдывали себя больше, чем Бога. Наше мнение, да, я так наученный, я туда не расположен, но я благодати не отрицаю, потому что это вне моего ума дело. Сейчас просят, а баптисты спасутся или нет? Не знаю, я знаю, что они не церковь, а вне церкви нет спасения. Но спасутся или нет, это решает Бог, Бог Егова. Он говорит, мне суд, и никому не позволил прикататься, и только судный день это все откроет. Бог многое говорит для нас, а это совсем не так. Чистый и нечистый. Иоанн Златоуз говорит, никакого чистого и нечистого нету. А так нам Бог применяется. Что она, свинья, хуже, чем корова, какой-то раздвоенный, Бог отделил. Бог нечистого, зачем же сотворил? Это еретики говорят, что нечисто. Все чисто для нашего разумения, чтобы мы с язычниками вместе не соединились. Иоанн 40, глава 3 стих. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвиняя меня, чтобы оправдать себя? Мы практически везде так поступаем, когда не берем Слово Божие за основание. У тебя такое мнение, долго так понимал, может, на эту тему уже не раз разговаривал. Ну, ты посмотрел Слове Божие мне так. Ты прямо здесь же, где считал Библию, поклонись Богу, встань на колени, скажи, заблуждался. Ну, имей мужество. Мне очень нравится, когда преподавал Владимир Соловьев, это один из самых крупных философов, идеалистов, глубоко верующий человек. И студенты не один раз, а его заносило, этих умистых людей, все куда-то на сторону заводят. И студенты могли ему доказать, он не прав. Он тут же при студентах вставал, кланялся и говорил, господа, простите меня. Так студенты ему не давали уйти из аудитории, на руки поднимали и несли его туда, где ординаторская. На руках носили его. Уметь сознаться не просто в домашних делах, а главное, вот здесь я заблуждался, как непросто было Никодиму сознаться, что он не прав. А он начал искать выходы, родиться, утробу, матери, мать может давно умерла. Он пошел совершенно не тем путем. Родиться свыше, это означает в первую очередь признать себя мертвым. Себя. И довериться Богу. Быть водимым Духом Божиим. От нас вот это вот, что сейчас идет об объединении, это промыслительно. Я абсолютно точно могу это доказать, потому что без воли Божьей ничего не совершается. Сколько лет об этом молились в алтаре, чтобы едиными устами славить Бога и прочее. Когда подошло вплотную, нет ничего. Мы едиными устами должны с мусульманами славить еще, потому что они тоже должны услышать о Боге. Потому что монахи проспали шесть столетий. Сегодня прямо открыто говорят, если бы к ним послали хотя бы одного Кирилла Мефодия, не было бы мусульманства. А я уже сколько лет об этом говорил. Открыто говорят уже в патриархии. Может патриархия была бы другой, если бы с 27 года проповедовали, говорили, и те бы сами увидели. Итак, пророк Исаия, 49 глава, 43 глава 9 сих говорит так. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются. Отделились старообрядцы по пальцам. А дальше, ну все. А те, которые по пальцам, два пальца, еще разделились на священца принимающие, не принимающие. Которые не принимают, на 48 течения разбились. Это у меня устарелые данные. Сегодня, может быть, уже и сотни есть. Конца края нет. Пусть представят. А они не могут представить. Вот общины ни одной Библии нет. Деревня вся, кержаки, ни одной Библии, ни одного Евангелия нет. Пусть представят доказательства. И мы поверим. Я молюсь двумя. Почему? Я так приучен, потому что. На этом есть объяснение. Три пальца вместе соединены. Тоже во имя Святой Троицы. Да говорит, не Троица умирала на кресте. Правильно. Но и не Бога человек умирал на кресте. А умирал человек, значит, самое правильное молится, складывает католики. Они прямо показывают пять ран. Пять ран на кресте. Тут все объяснимо. Но я не буду так молиться. У меня есть свои, говорят, корни. Хотя я не люблю это слово. Лука 18, 14. Оправдающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. И вот мы должны взять вину на себя. Кто заметил, я постоянно говорю, не только они виноваты. Виноваты мы в первую очередь. Если бы всюду свидетельствовали, говорили, ничего бы этого не было. Наши сестры работают в одном магазине. И там с Московской Патриархией. Они их не обзывали ни каньянами, никак. А просто говорили, читали Евангелие, и они все по одному уволились. Никого нигде нет. У них ничего нет в защиту своего учения. В защиту того, что делается. А они увидели, разница в жизни очень большая. Отношения к Слову Божию даже несравнимые. Галатам 5, глава 4 стих. Оправдающий себя законом, оставить без свиста, отпали от благодать. Вот сегодня оправдающий себя канонами, они отпали от Библии. Да мало того, обвинение еще в мой адрес. А он говорит, канону не ставит наравне с Библией. Но это все равно, чтобы обвинять в том, что я человека не ставлю рядом с Богом. Автор Библии Бог. А там люди сидели, которые молились, которые сейчас со своей правилой следующим собором подправляли. Или отменяли, они временный характер только имели. Очень хорошее место. То есть оправдывающие себя законом, а для нас, для многих закон, именно постановление соборов, отпали от Христа, отпали от благодати. Прочитайте дома эти места еще раз. Посмотрите, как оно засияет перед вами. Сирахов 8.5 Не оправдывай себя перед Господом и не мудрствуй перед царем. Ты понял, что неправ? Встань и скажи, я неправ. Да так просто выйти, перед народом-то сказать. Не просто на исповедь пойти. Оказавши милость. Вот посмотрим. Сирахов 35.22 Убивает ближнего. Кто отнимает, у него пропитание. Если-ка один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? А вот это для нас, для русских, очень характерно. Ничего нету постоянного. Одни строят, другие перестройки разрушают, третие рушат. А ведь какой опыт был правления России? Вообще, как будто никогда не было. Начали с нуля. И опять все разломали. И опять начали с нуля. Сегодня все понимают, опыт Китая оказался лучше нашего. Они, в общем-то, и не сломали систему. Ну, начали там подправлять на старом где-то. У нас, как если ушел правитель, как будто никогда его не было. Это первый президент живой остался. Ну, и той за границей где-то. Образец такой, что нам нужно смотреть, что было перед нами. И как образец Иоанна Златоуста. Его свергли. Его оклеветали. А он только об одном молится, чтобы от этих оклеветавших епископов никто не отошел. Чтобы сохранить единство. Все остальное забудется и уйдет. А если разделение произошло, назад соединить невозможно. Левит 19, 18. Люби ближнего, как самого себя, было прямое повеление. Значит, он это знал. Матфея 22, 30, 39. Тоже об этом говорит. Матфея 19, 23. Юноша отвечает, люби ближнего, как самого себя. И больше, и любовь это больше сексис сожжений и жертв. Я задумался как-то и подумал, так поговорить бы с евреями. Вы эту притчу признаете или нет? О Самаринине. Вы хорошо ли он сделал? Ясно, что из Иерусалима, Верихон, никто не сомневается, что Христос говорил об евреях. Что мимо проходит еврейский священник. Это Моисеев закон прошел. Проходит Левит, это диакон. Это обозначали, пророки прошли. Израненный народ еврейский лежит, никому не нужен. Приходит Самаринин, это образ Христа. Но Самаринин это иноземец. А вот если бы лежал Самаринин израненный, и евреи проходили бы мимо, и проходили бы не 2, не 3, а 23 тысячи. Подняли бы они его на осло, так к нему прикасаться нельзя. И вот с этой стороны посмотреть еще не знаю как. Как на нас еще будут смотреть патриархийные? Ну не конкретно на нашу общину, а на тех, которые там были. Ведь представить такое, что есть счет, уже сегодня представляют. Но решили так, как будто ничего не было, забыть и прочее. Мы можем сказать по отношению тех и других, Слово Божие не было авторитетом, миссионерством нигде не занимались, мучились с мощами, непрерывно резали, возили крестные ходы, иконы, храмы, монастыри. Я не вижу ни тех, ни у других ничего такое, чтобы первоапостольское было. Но в этом случае они одинаковы. Поэтому для нас открывается какое поле. Мне пришлось однажды считать одного руководителя из баптистов, Карева. Ну он приводит, какая была страна наша, как что Россия. И я поверил ему. И он говорит, более благоприятной обстановки за мировую историю не было для распространения христианства, как в России. Это народ такой, как говорят сегодня, менталитет. Буквально под землю лезли, зарывались, шли монастыри везде. И только евангельское слово появилось, какие-то там растоки, пашковы. Люди тысячами-тысячами стали обращаться. Он на дому вел занятия с людьми. В воскресенье Романа Толстого это как раз и описывается. Так вот эта жажда-то в народе осталась. Они, эти люди, которые сейчас в московской патриархии, они не баптистов, никого не примут. Они и нас не принимают. Но нам-то легче к ним подойти. Мы перекреститься можем. И стоять в службу, как должно. Надо заинтересовать их. Чтобы среди них появились люди, которые поймут это и понесут дальше. А когда с кого начнется пробуждение патриархии? А откуда ты знаешь? И я этого не знаю. Я никогда не думал, что начнут строить купели теперь. Начинал когда о крещении. Говорят, вообще нигде не было. Пусто. А сегодня, ну, буквально при каждом храме строят. Ты маленько помолись и посмотри, что Бог откроет. Какое подприще открывается. Какая новина, целина, где мы можем сеять. А если с нами что-то будут делать, мы сегодня можем вперед просчитать. Дальнейшее дело покажет. Будут новые вожди. Кто знал, что выйдет народ, ну, правильно сделали, вышли за Моисеем. А потом все погибнут. Так от тебя это зависело. Куда нас уводят? Иаков 2.8. Если ты выполняешь закон царский, возлюби ближнего, как самого себя, хорошо делаешь. Но если поступаешь с лицеприятием, то грех делаешь и перед законом оказываешься преступником. Давайте одной меркой мерить. Мы хотели, чтобы у нас Евангелия не было. Да как же. Мы только на этом и стоим. Ну, а почему же туда-то не пойти? Мы ходили, нас не принимают. Другой выход, мы не знаем еще как будет. Но помолиться об этом надо. Я на ваших глазах. Вот о чем только не говорил вам, помолитесь. Все опять сделалось. О чем только не попросишь. Чуть не на следующий день Бог выполняет. Начните сегодняшний день молиться. Нас, Господи, соединяют. А мы не хотим. Но закрой наши уста на хуление. Чтобы мы о слове благодать вообще не разговаривали. Это Бог решает. Бог дает благодать. Она неизримая. Мы будем рассуждать о том, чтобы нам спастись самим. Господи, укрепи нас. Исполни силой Духа Святого. И чтобы мы там сумели показать, где мы будем. Повторяю, напрямую подчиняйся местному епископу. Я буду сопротивляться пока живой. Это невозможно. Там все буквально убивается. А как Господь делает? Но нам идти некуда совершенно. Мы что только не перебирали. Некуда. Это, видимо, Господь промыслительно показывает, чтобы умом заранее не прилеплялись. Есть такие, которые ушли, но сразу не согласились с митрополитом Виталием. Они просто ненавидят русские языки. Только у нас все отнимут. Представьте. Сейчас отнимут на русском языке ни слова, ни псалтырного, ни евангельского чтения. Вернуть. Это вообразить даже невозможно. Даже хуже этого ничего уже не может быть. То есть они нас сразу погрузят во тьму. Самое лучшее то, что у нас есть сейчас. Чтобы мы, как милосердные самаряне, видели людей, израненных грехами, демонами, которых раздел дьявол, которые не могут никуда дойти. И у нас ослы есть. Взваливайте. Везите. Римлянам 13.9. Весь все заповеди. Не убивай, не прелюбодейся и другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. А образец Господь нам показал. И при том самарянин-то и наверец. Почему? Я думаю, которые люди слышали, евреи. И это сравнение для них было смертельным. Что? Ну ладно, я еще хуже. Но наш батюшка хуже какого-то патриархийного. Ты думаешь, что говоришь или нет? И вот поэтому, когда Господь сказал о том, что время исполнилось благодатное и лето благоприятное, все смотрели написано и видели, как благодать, благодать исходит от него. Евангелист Лука пишет. Но когда Господь сказал, что евреи оказались ниже язычников, что во времена Елисея только неиман и сирийский извечился, а при пророке только в Сарепту Сидонскую были послы, они тут же схватили, чуть не убили его. Это прямо к нам говорится сегодня. Стали о себе думать высоко, а Господь показывает. Мы еще там таких неиманов можем увидеть, таких вдох советских, что ты скажешь, и у нас так не делают, сколько домой презрения делают, сколько людей у них в разных местах работают. Ты посмотри. Не думай так, что я приду к ним только помощь. А я уже заранее готовлю кое-что принять. Чего-то, может быть, мы не знаем. Научиться делам милосердия. Мы многого еще не видели. Галатам 5.14. Весь закон в одном слове заключается. Весь. Даже первая заповедь. Люби Бога. Люби ближнего, как самого себя. Скажет там епископ не такой. Но вот интересное место. 2 Маковейска 4.25. И был назначен к ним патриархом, первосвященником, человек от царя. Ну, от советской власти. Это прямо как митрополит Сергий-то. По приказу. И когда он пришел в Иерусалим, то не принес с собой на эту должность ничего достойного первосвященства, а принес только гневное свое состояние тирана и ярость дикого зверя. Вот какого Бог поставил. Но ни один еврей даже не подумал от этого зверя, от этого, может быть, похожего на серьги, отступить куда-то. Все ждали и молились. Думаю, что нам есть о чем подумать в этой притче. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok